всех приветствую я донинс и мы продолжаем проходить дайн клай 2 мы идем к снова заданием тут столько всего интересного по дороге слушайте мир просто прекрасен их ладно пойдем вперед поговорим с этими мужиками там дальше к это лекция еще полетай-ка дружок скотина устойчивый прикрывает друг друга сложность хорошим не нравится хорошая красота всех победил подкормил зомбаков как он быстро лутает а мастер ботинки какие-то которые нельзя носить а это что такое о все никак не попробую урон 95 ты же очень круто она одноразово интересно было прикольно сип оттуда крик такой ты убил лектора так что тут за лекция бот не похожа молуви ну такое извините не буду заслушать блин такая лирическая песня с такими словами очень странно звучит не доросы еще до ингибиторов блин днем опасно в такие места заходить что поделаешь кто-то ширует тут как обычно зеркал нету воды кстати тоже настоящий сральник а это я удачно зашел так а 2 зараза так наручи антисептические бинты урон дополнительные паркурные атаки скорость установления здоровья да что-то у пилигримов совсем хреновое бондирование о фиолетовые перчатки капрала вау перчатки для танка скорость ухудшения иммунитета минус 3-4 процента очки опыта за бой урон двуручного оружия плюс 2,8 но это не так много ну хорошо то да мальчонку обижает я защитник убогих и обездоленных какие рисунки крутые о роспись ну это она и будет здесь колыбельные спи дочурка моя папа купит соловья если петь он не гораст папа брошку тебе даст если поломаешь брошку папа купит тебе кошку если кошка вдруг умрет папа купит тебе мачете чтобы убивать всех зараженных хе-хе-хе-хе-хе просто топ да мачете это вещь кто вас тут убежает эй дети вы не знаете женщину по имени мая хе-хе-хе-хе-хе-хе чё смешного мая не женщина она обычная девчонка так это ты пыталась продать хуберту оружие миротворца да но этот козел не захотел брать разорался и погнался за мной ух ты ты посмотри уже накрашенная как тебе попало оружие миротворца это наша общая находка мы тут зависали ну и наткнулись на трупак тут такое часто мертвее не бывает мы обыскали его и я взяла себе эти штуковины потому что подумала что за них могут неплохо заплатить мая мне нужно это оружие это очень важно ты хочешь чтобы я просто так отдала тебе эту хреновину ты спятил эта хреновина называется лазарь и она принадлежала очень важному миротворцу если ее не вернуть начнется война помоги нам найти убийцу ладно отдам я тебе эту дурацкую штуку но за пять сотен ого а ты не охренела это большие деньги детка еще бы жизнь чертовски дорогая мне нужно купить воды и маркер для моего брата ему скоро двенадцать могу дать десятку и это последнее предложение идет все равно их никто не хотел покупать ай обдурил девочку ну бы хотя бы сотку дать ему двенадцать а ей сколько она выглядит я не знаю лет на восемь а папа говорил лучше десять грамм торговли чем две тонны работы скорпион какая офигенная чувиха была да жалко когда ее убили когда она обратилась как же ее жалко было как он лазер у меня отлично отнеси айтеру классный подарок на день рождения хотя и понятия не имею когда этот корзел родился буду ждать у станции метро ладно классно они придумали вот эти все системы что долго в темноте нельзя находиться долго паркурить нельзя добавляет дополнительную сложность динамику они реально все эти механики так продумали и этот мир продумали и прорисовали так это великая работа это великая игра это ублюдки не могу удержаться чтобы не гулять их так на подлечиться сначала что это за синхронная оборона как будто они к танцевальному конкурсу готовились что резко львами львов два фраза офигительна у нас времена хорош не боевка неплохо знаете тоже затягивает и постепенно должна быть лучше чем больше приемов тем веселее и прикольные лица разрисовываются постепенно а сейчас неплохо лицо выглядит дистанции возможно слишком ухудшается в некоторых моментах когда со стороны смотрим за диалогами хреново лица выглядят так ладно не усердствуем таха быстрого телепорта тут нету да ну пойдемте через базар пройдем может там появились какие-то задания так слушайте приспособление ультрафиолетовый факел почему бы не купить деньги есть правильно усилитель выносливости тоже тях посмотрим ремесло что тут требуется лаванда кардицепс а для факела только пигментов не хватает так тут бутылка какая-то внутри посмотрите какие-то люди еще при старом свете записывали аудио послание когда поняли что скоро что-то начнется наверняка и вон еще наверное потом туда внутрь когда-нибудь попаду возьму эту воду так ну ладно нам надо отчитаться перед айтером тут ничего нового нету не так много доп заданий надо быть все ночные повыполнять так копье наконец-таки я его испробую крутяк все-таки одноразовая дам жаль но мощь тотальная чё там слышал про велосипеды все пишут есть тут какой-то велосипед на котором можно ездить похоже на какую-то легенду что-то меня надеюсь все закончится не так как в канун нового года надеюсь нам не урежут пайки они не станут этого делать пилигрим вернулся надеюсь не с пустыми руками я нашел лазаря да чтоб меня я был прав ты смог то что мы не смогли ну и где тот мудак у которого они были на мид пекин сквер ты же не отпустил его это мог быть убийца я взял их у девочки ей лет десять она его не убивала нашла на трупе стоп к этому мы еще вернемся оставь нас я кстати даже не посмотрел эти кастеты если их можно было посмотреть татуировка на руке похоже на созвездие это знаки различия когда у нас закончились материалы татуировки заменили нам погоны они показывают нашу иерархию как в тюрьме тюрьма или армия все равно везде есть иерархия а если понизит сводить татуировку или тут не понижают тут сразу убивают я выполнил работу теперь твоя очередь пропусти меня центр не я решаю когда будет открыт туннель центра лук пилигрим командование хочет чтобы я нашел убийцу айтер ты обещал успокойся пилигрим я держу свое слово во первых возьми это в знак моей благодарности айтер мне нужно в центр ясно ты кого-то ищешь верно я тоже хочу попасть центра лук там моя жена и дети и я не могу защитить их пока нахожусь здесь туннель будет открыт когда я найду убийцу это понятно ты можешь помочь мне а можешь подождать пока я найду его сам я вижу кровь на лезвиях лазаря перед смертью лукаса удалось ранить убийцу у него должны быть ужасные раны если ты найдешь его ты поможешь не только мне но и самому себе ладно есть подозреваемые командир был убит на базаре наверняка кто-то из них жители базара простые люди зачем им бросать вам вызов а вот почему я хочу узнать правду до того как будет отдан приказ о применении силы к тому же внешность бывает обманчиво они хотят от нас избавиться они думают что анархия ключ к созданию нового мира что ж сейчас кругом одна анархия карл лицемер и мошенник промывающий людям мозги своими хитрыми речами он говорит что все равны но это чушь нельзя быть лидером и равным одновременно ну смотря в чем равным то есть можно быть лидером отдавать команды приказания но при этом при всем иметь то же положение что остальные ног конечно и идеализация тем более в таком обществе как здесь средневековым это нереально понятно что тут нужно иерархия управления начи наверно никак я постараюсь найти убийцу прекрасно это твой билет в центр возвращайся на база мне еще нужно что-то знать да нужно но это совершенно секретно никому ни слова звучит серьезно тот кто убил лукаса забрал маленький трофей вырезал татуировку с его мертвой руки кто-то надругался над трупом это серьезный залет именно так если парни узнают что сделали с лукасом их не удержать и начнется бойня я рассказал тебе потому что если ты найдешь этот трофей ты найдешь и убийцу лукаса понял прям сейчас и займусь будет круто если у хакона будет этот трофей да уж так нам там тесак дали интересно две фракции одни за анархию вторые за контроль но в этих условиях без контроля никуда ох ты классный тесак какой можно доработать так слушайте а у меня тесак один был он поход дела сломался исчез давайте к эксперимент проведем вонючую трубу добьем исчезнет она или нет то есть тут вообще сурово все сделали с оружием быстро заканчивается беспокоишься за меня да конечно у меня большая надежда на тебя это что у тебя снаружи приветик гражданин добро пожаловать в командный центр миротворцев старого велидора мне бы копье не помешало кстати не метательное такое копье это очень удачное оружие не зря его стуковиков использовали не но она вообще очень хорошо когда у армии армия вооруженная копьями это огромная сила айтер хочет чтобы я нашел убийцу лукаса только тогда он пропустит меня в центру делаешь для него грязную работу неудивительно он велел мне начать базара я так и думал миротворцы базар ненавидят друг друга только двое на базаре что-то решают один из них надутый проповедник карл это я знаю а еще кто софи его правая рука она умеет находить общий язык самыми непокорными на базаре еще и славкач он все знает о том кто когда с кем и джо со своими бандитами но не бояться миротворцев я поговорю софи а ты дуй к карлу или предпочтешь девушку софи вышли она не в моем вкусе и упрямые да боже сам увидишь он так переспросил софи начать еще недели назад что с ней не так интересно расспросите софи о лукасе окей так выход здесь этот раз выйду через дверь я уже проверил знаешь сколько это штуковина ржавела здесь под дождем лет 15 минимум каким нахер дождем дождя у нас лет 100 не бывает а тут дождей нету слушайте вот задница откуда тогда вот эта трава вся зеленая на крышах о лаванда так мельница давайте-ка ее откроем ой тут задание кстати да ладно блин а меня же вроде способность было чтобы последний миг прыгать тут уже посложнее немножко не как так а так а Да будет свет. Нифига себе они тут отстроились. Почти базар. Ветряк-лиственница. Ветряк-лиственница. Ты забыл, что было в прошлый раз? Тише. Могут услышать. Что тут за шептунки такие? Ух ты, помидорчики. На овощи хватает воды. Интересно, что творилось в Центр-Луб, когда миротворцы закрыли туда кухню? Ходят слухи, что ренегата собираются напасть. Наняли завтра быть вышибалой. Кому-то нужно заняться кусаками, что после заката слоняются у базара. Так, а задание тут... А вот, есть какое-то. 50 метров. Ты меня не понимаешь. Никто не понимает. А я создаю аромат выживания. Аромат выживания? О чем ты говоришь? Хочешь узнать? Закрой-ка глаза. Рискнем? Что ты ощущаешь? Ну, я слышу звуки. Так. А еще? Фу! Что-то воняет. Именно. Запах. Импульсы, идущие от органов чувств в лимбическую систему. Они вызывают эмоциональный отклик, воспоминания, благоденствие, рассудка. Но... Оно воняет... Говном. А ты чего ожидал? Думаешь, что люди используют в качестве удобрения? Слишком много информации. Прости. Так в качестве удобрения, а не в качестве... Нюхания. Итак, кто ты, и что ты здесь делаешь? Еще до падения я работала в парфюмерной компании. Мне посчастливилось работать в то единственное столетие, когда мир действительно приятно пах. Но все это пропало. И я задалась вопросом. Как это изменить? Какой аромат сделает людей счастливыми в этом убогом мире? Надеюсь, ты не считаешь, что запах говна — аромат выживания? Разумеется, нет. Я задумала восхитительный новый аромат. Люди все деньги отдадут, лишь бы его вдохнуть. Я назвала его «Балдеж». И почти закончила его. Нужно лишь сырье для срединной ноты. Посмотрите на эту, как она стоит. Взгляд сверху такой. Хороша. Срединная нота. Это прямо как в парфюмере. Он там 13 девушек убил. Срединная нота? Ну, срединная нота духов. Запах металла и лаванды. Не хватает только их. Конечно, металлолом и лаванда — идеальное сочетание. Мира обожает нестандартные сочетания. Если принесешь их, я поделюсь с тобой секретной формулой. Возможно, это маскировка будет, чтобы зомби тебя не замечали. Нира сказала, что ей еще нужна лаванда. В этом хоть смысл есть? Металлолом. Он нужен Нире. Надеюсь, это не какой-то дурацкий розыгрыш. Духи из металла. Дичь какая-то. Вот твои ингредиенты. Хорошо. Хотелось бы, чтобы на металле было больше масла, но... Боже, Нира, может, хоть разок проявишь благодарность? Клянусь, ее даже могилой не исправят. Ладно. Ладно. Вуаля! Готово! Вот, вдохни. Ого! Пахнет как... как в раю. Что это? Глупыш. Слишком молод, чтобы узнать? Запах новой машины. Машины? Разочарован. Запах роскоши в качестве основной ноты. Запах уверенности в себе срединный, а верхняя нота – аромат приключений. И ты мечтаешь лишь завести ее и, балдея, погнать по дороге. Спасибо за помощь. Ты не такой, как другие. Вот, возьми. Я нанесла балдеж. Будет напоминать тебе о том, как приятно ощущать запахи. Прикольный квест. Даже ходить никуда не пришлось. Эликсир выживания. Балдеж. Рецепт. Ну-ка ж, посмотрим. Кстати, у меня есть коктейль молотова, приманка, хорошие штуки. Ультрафиолетовый факел. Бросьте его, чтобы отгнуть зараженных ультрафиолетовым светом. Я так понимаю, сбросить свой таймер этот. Это очень классная, ценная штука. Инструменты ночного бегуна еще появятся. То есть, я буду ночным бегуном потом. Так, у меня новые шапки. Шейная гетра. Ух ты. Странно, это зеленая, но она не особо-то и лучше, если вообще лучше. Этой серой. Эффективность лечения меньше. Урон выше. Типа, это важнее. Паркурными атаками. Ну, возьмем зеленую. Давайте пробуем ночное задание выполнить. Все в семью. Зараза, блин, я хотел залезть на нее. Так, а двоих могу я сразу? Ну, почти. Ты смотри, с копьем ходит. Постоянно всякие похороны. Ободряющее слово. Или даже возможность спокойно поспать до утра. Вот каким был Дерард. Всегда ты была нуждом другим. Ты откуда выбраться? Не, он тебя кинул. Такой вот он козел. Полуночные истории. Исследуя город, вы будете встречать персонажей, отмеченных значком таким-то. Это ночные истории, задания, которые лучше всего выполнять ночью. После взаимодействия с персонажем, зажмите Т, чтобы промотать время к закату солнца и неледко приступить к заданию. Все в порядке? Ваши голоса слышны за милю. Тебе какое дело? Мне жаль ее. Пожалей лучше Теодора. Ты его найдешь, иначе... Моника, может оно и к лучшему? Не говори мне, что лучше. Я повторяю. Живо иди и найди Теодора. Брось. Ты правда этого хочешь? Считаешь жизнь на земле ад? Я тебе устрою настоящий ад, если с Тео что-нибудь случится. Кто такой Теодор? Теодор – главное уебище на всем базаре. Ему место в тюрьме миротворцев. Иди нахуй, Уилл. Он мой парень, не твой. Так, что ты имел в виду, говоря это к лучшему? Ага, расскажи ему, Уилл. Я... я не мог смотреть, как этот урод клеит сестру и... Уилл заманил Теодора в темную зону. А теперь он пойдет и вытащит его оттуда. Моника, стой. Ты же Пилигрим, да? Там полно химикатов. Черт, да и Теодор наверняка уже мертв. Хочешь, чтобы я тоже умер? Даже если я смогу найти его, урод просто меня убьет. Пилигрим, ты... Не мог бы вытащить этого козла. Прошу. Но ты же сказал, что если он выберется, то прибьет тебя. У меня нет выхода. Это не все. Я беременна. Узнала об этом утром. Тео еще не знает. Ого. Ладно. Я попробую что-нибудь сделать. Он живет в апартаментах на Олд Шэмбл Стрит. Метров 200 отсюда. Теодор должен быть на первом этаже. Дождись ночи. Так будет проще. Надеюсь, ему удалось спрятаться от кусок. И даже это не все. Я люблю Теодора. Но он может быть опасен. Осторожнее. Ну, как все непросто. Как она определила, что беременна? Судя по животу, она еще на раннем этапе. Тут еще тесты остались. Все в семью. Окей. Блин, как красиво ночью. Так. Так, у меня правильно задание выбрано? Блин, идти тут не близко. Почему ты начала делать с надобья? Чем больше я буду точек открывать, тем легче будет играть. Особенно по ночам. Так, это здесь. Я только недавно тут был. В начале серии, слышите? Хе-хе. Ух ты, химикаты. Круто. О-о-о-о. Быстро снижает иммунитет. Так я и так далеко держался. Там выбить дверь можно было. Да в вашу дивизию! Куда там эта дубинка уже сломается? А, отсюда я выйду. Понятно. Так, вижу. Как там? Изнутри. Так, а давайте попробуем ультрафиолетовую штуку. Так, и что? Ультрафиолет тут не помогает? Понятно. Блин, понимаешь, надо торопиться, но и упустить ничего не хочется. Ультрафиолет. Уфти. Ультрафиолет. Блин, таймер все равно идет. Зараза, последняя. Блин. Где там грибы? А, все, сломалось, и он выкинул. Вот. То есть, три нужно фаера. Понятно. И как долго это будет действовать? А, это прямо улица? Так, ладно, теперь можно действовать. А все равно. Зараза. Ну, можно будет возвращаться, надеюсь. Лута тут просто офигеть сколько. Просто жесть. Эх ты, скотина. А вон ингибиторы. А ты, бля, кто такой? Сунешься ближе, прибью. Меня пришла лимонника и Уилл. Бляцкий Уилл! Лучше пусть съебывает. Когда я выберусь отсюда, он труп. Подожди, успокойся. Я его бляцкие кишки намотаю на его бляцкую пашку. А, ой. Вообще-то, Моника беременна. Постой. Что? От тебя. Подожди. Хочешь сказать, что я... Я буду... Ты будешь папой. Ебать мой хуй! Это великолепно! Это просто чудо! Чего ты сразу-то не сказал, а? Я собирался, но ты был немного взвинчен. А что, если ребенок не один? Если это двойня? Или тройня? Как тебя зовут? Будет мальчик, хочу назвать в твою честь. А почему нет? Эйден. Эйден! Эйден Винтутер. Звучит круто. А теперь уходи отсюда. Моника ждет. И Уилл... Он хотел извиниться. Не, не нужно извинений. Он шутил. Парни часто так делают. Ничего страшного. Ты не тронешь его? Шутишь, что ли? Бить дядю моего ребенка? Зачем мне это делать? Пойду сделаю предложение Монике. Мы не женаты. Болтать начнут всякое. Люди иногда такие жестоки. Такая добрая игра. Тут даже самые злодеи, ублюдочные, превращаются в добрых отцов. Моя инфекция выходит из-под контроля. Чего? Там какая-то жесть творится. Так, ну что? Можно что-то улучшить? Я думаю, что сейчас выносливость для меня важнее. И сопротивляемость немножко повысилась. Думаю, что осталось тут долтать. О, боже! Как больно! Кристаллическая статуэтка, нифига себе. Ну ладно, все, ухожу. Ничего серьезного не осталось. Так вы ублюдки. Поджидаем я тут. Получайте мои лучшие дубинки. Твари. Твари. Я говорю, энергия самая важная. Ух ты, что за нафиг. Ну, в принципе, на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи. Я так, что же порежу тут. Я так, что же порежу тут. Я так, что же порежу тут. Твари. Помоги. Помоги. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают.